Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео по такой старой, древней, но очень интересной игрушке под названием Tracks and Trailers. Это, знаете, своего рода тогда, в то время, еще когда ETS не вышел, по-моему, даже еще Scania Truck Driving не вышло. Эта игра была прямо вот перед ней, на волне вот этой популярности ETS, который только собирался еще выходить. В общем-то, разработчики пробовали себя, и мы это тогда называли, ну, что-то типа демками, что Tracks and Trailers, что Scania Truck Driving, и, в общем-то... Почему бы это все дело, ребятки, не вспомнить? Модов пока что у нас для ETS-очки никаких интересных нету, я так подумал, а почему бы, собственно говоря, не проверить себя вот в скиллах, в парковке? И, надеюсь, это все вам дело понравится, и вы меня поддержите определенно лайками, своими комментариями, и, может быть, ну, не знаю, там, в следующих сериях... Даже вебочку подробим, чтобы вы видели, как я тут справляюсь вообще за всем этим делом, какое у меня лицо, ну, в общем, просто смотреть за моей реакцией. Короче, первые семь заданий я прошел, это основа вождения, там просто были парковки, задним ходом, сцепиться с трейлером, то есть, в принципе, ничего интересного. То есть, это буквально проходится, там, в течение пяти минут, проблем никаких это не вызывает. Дальше начинается самое интересное, то есть, на самом деле, кто вообще не знаком с этой игрушкой, заданий здесь, ребят, смотрите, очень-очень много. То есть, это, ну, действительно, такая сложная игрушка была в то время. По уровням сложности, легкие, трудные, профи, то есть, на легком у нас все прям хорошо, и нет никаких ограничений при выборе камеры. На трудном уровне сложности у нас уже есть некоторые проблемы с выбором камеры, и нам нужно, в общем-то, с вами прям вот ровненько-ровненько ставить машину. Ну, и профессиональный уровень, это просто капец. Туда лезть пока не хочу, попрохожу что-нибудь на легком, немножко заматерею, и, в принципе, уже дальше, в случае чего, будем задания проходить. По грузовикам Scania, DAV, IVECO, MAN, ну, в принципе, то есть, все стандартные грузовики, которые были и есть в Евротраке, они здесь доступны. Естественно, здесь они у нас никоим образом не лицензированы. Вот это обозначает положение на руля, то есть, руль слева, либо руль справа. Ну, давайте попробуем на Scania, оно у нас типа лицензировано, место для отдыха. В общем-то, в принципе, я думаю, здесь у нас ничего сложного не будет, и нам с вами нужно будет только припарковаться. Так, использую я, получается, что, руль, 18 секунд нам дается на выполнение. Так, руль работает, то есть, ну, в принципе, давайте оглядимся, посмотрим, как это все раньше было, да, то есть, ну, смотришь за окно, реально, как будто как первый Евротрак, вообще самый-самый первый, то есть, все здесь настолько просто, вот эти крестики белые, то есть, ну, вот, все, как было просто раньше. Итак, давайте сразу тогда отправимся на это задание, как только мы с вами трогаемся с места, у нас сразу идет таймер, и вот что я здесь сразу заметил, и что мне вот здесь это реально нравится, и вот я скучаю по этому очень Евротраке, уже в современном, да, здесь машина чувствуется тяжелой, то есть, ты когда жмешь на газ, у тебя машина сразу с места не срывается никуда, и она прям так еле-еле-еле как набирает скорость. То есть, вот это, на самом деле, очень круто, вы это еще вот в дальнейшем поймете. Так, у нас золото, в принципе, задание простое, никаких проблем не возникает, не знаю, даже на видео, поскольку задание будем проходить, ну, это все будет, наверное, от времени зависеть. Так, управлять автовозом весело, но, тем не менее, вам нужно доставить 6 новеньких машин по назначению, и никто не хочет, чтобы они прибыли поврежденными, то есть, ну, в принципе, нам нужно приехать сюда на стояночку, запарковаться, 19 секунд у нас дается на выполнение этого задания, в принципе, я думаю, ничего сложного, запускаемся. Вот, смотрите, газ в пол, она потихонечку прям трогается, если бы это было уже в современном Евротраке, ты нажимаешь, все, ты бы уже ехал сотку. То есть, здесь вот прям вообще-вообще очень-очень плавненько машина трогается, и так тяжело прям, и это здорово. Так, ну, пробуем заехать, я думаю, в принципе, никаких у нас проблем не возникнет, эти задания, опять же. Чего, серебро? Ты серьезно, мать твою? Серьезно? Нет, заново, это какой-то прикол. Почему я не успел-то, мне интересно знать. Я вроде-то ехал постоянно с газом, ну, то есть, тут есть вот такие некоторые задания, на которых вот прям, прям, ну, очень нужно быть быстрым, в то же время аккуратным, чтобы успеть все это дело сдать на золото, то есть, ну, и нестись надо, еще надо припарковаться, остановиться вовремя. То есть, капец, блин, да ну в баю, надо еще раз. Я нормально как раз доехал, а вообще четко просто доехал, но с тормозами немножко переборщил. И это вот самое-самое начало, там дальше такие задания будут, что вы просто охренеете. Кстати, бежит Заяц, и вот еще я хочу сказать, я, кстати, недавно об этом думал, почему-то в Евротраке пропали Зайцы, то есть, раньше Зайцы через дорогу, помните, бегали в ЕТС-ке, сейчас они куда-то пропали. Я не знаю, что с ними стало Но вот такая фишка раньше была Тормозим? Да, есть, золото, отлично Фух Фу-фу-фу-фу, вот это да Вот это потненько на самом деле Так, что у нас там дальше идет У меня правильно и быстро припарковаться Знак признак хорошего водителя Пришло время оценить свои силы Запаркуйтесь на стоянке в указанном месте А, то есть тут типа что-то параллельной парковочки У нас даже, да? Ага, ну Попробуем, попробуем Через оплатку проедем сейчас Такая прям, знаете, оплата Прикольная тут вообще Поинтереснее Что-то он там руками машет, даже поинтереснее Чем сейчас, то есть вот есть такие моменты Но стоянки вот эти все, это все одно и то же Как у нас было раньше, так оно и есть И вот едешь на высокой скорости Машину трясет прям, вот есть такая история Что, припарковался? Пойдет Нормально На золото приехали Вот это мне нравится Так, что у нас там дальше по заданию? Мне прям даже азарт, знаете Вот реально в азарты это все вводят На этот раз ничего необычного Нужно лишь поставить прицеп С деталями для сборки На разгрузку Площадка будет достаточно тесной Придется создавать задом Но это не проблема для вас, не так ли? Но давай попробуем То есть здесь нам, как я понимаю, проще всего развернуться И задом уже туда заехать Главное успеть все это сделать Наверное, под эту руку я перестроюсь Это будет немножечко мне удобнее Так Сейчас мы сразу максимально туда его заведем Вау, не врезаться бы еще Так, ну времени вроде хватает Так, юзаем зеркала Так, 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 быстро, быстро, быстро Быстро назад, давай, 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 давай Давай, 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 давай Передачи с такими задержками включаются С ума сойдешь Сука, не успел, а Да какое там это уже серебро И конченое все у нас там получилось Давай заново, поехали Сзади передачи так долго включают Вообще с ума сойдешь На этом очень много времени теряешь Я помню, когда я в свое время эту игру на золото всю прошел То есть я прям такой был Конкретный водила, можно сказать И да Я тогда много понервничал Потому что вроде, ну вот, 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 вот Из-за какого-то тупежа игры То есть Ой-ой-ой Ясненько все Я вас понял Ай-ой-ой Кошмар Почему я с этой стороны заезжаю? Мне просто удобнее там, если что, за одном парковаться Давай попробуем с этой заехать Здесь мы, в принципе, никого не заденем А тут еще фишка в том, что если ты используешь там, допустим, внешнюю камеру То у тебя там то ли очки какие-то там, то ли время штрафное добавляется В общем, что-то такое Вот, можно вот таким образом О, больше набирает Да какое там серебро И то не факт Да капец вообще Слушай Не, если бы они дали Даже не факт в том, что времени мало Времени-то нормально В принципе, ты успеваешь припарковаться Просто, блин, зачем вот это на время все выполнять? Это же глупо Зачем вот тратить время мое, да, когда я еду вперед? Ясно, понятно, что быстрее, чем там какое-то определенное количество времени Я не проеду То есть мне надо выровняться Включали бы этот таймер, когда чисто задом Вот, пипец Тут вообще я, короче, тоже просрался Криво косо встал Бляха-муха, вообще жопа Че такое-то, ё Пробуем еще раз Поехали То есть это к тому, что вот На нашу вот эту бестолковую поездку Туда у нас тратится половина времени То есть, допустим, не знаю Я бы если делал это Я бы включал таймер Сделал бы его наполовину Короче, этот таймер Но я бы его включал только тогда, когда Игрок начинает сдавать задом То есть, когда у него задняя передача включается Это бы было более логично, мне кажется Так, вот такой лайфхак мы сейчас сделаем Так Да ёпта С воротом, то у меня, в принципе, нет проблем Лайффу Видишь, как надо долго выезжать Чтобы она выровнялась, вот эта коробка Ну, езжай Пипец, она Всё, я иду в рогу Не, ребят, давайте Сейчас это просто дальше Это будет типец полный Я не хочу Выпускаться настолько сильно В ваших глазах Чтобы вот вы там Слышали какие-то оскорбления Какие-то слова неприличные От меня Давайте первую серию На этом закончим Во второй серии, ну не знаю, если вам это реально будет интересно смотреть Во второй серии я все-таки попробую припарковать Ну хотя бы на золото Хотя бы, я уже не говорю про серебро Хотя бы на золото я попробую эту машину поставить Все, ребят, я не могу Она меня сразу в первой серии вывела В общем, ребят, спасибо вам всем за просмотр Спасибо вам, авансам, за лайк За комментарий какой-нибудь интересный Ну и вообще просто спасибо за то, что досмотрели это видео до конца Все, ребят, пока-пока, увидимся в следующей серии